Я вам скажу вот что. Мне никогда не дадут пройти в Кнессет. Ни под каким названием партии. Они боятся меня. Если в ноябре я мог получить 10 мест, то если бы я баллотировался сейчас, я бы получил все 20. По израильскому телевидению показывали, как сотни людей кричали «Кахане, царь Израиля!» Их арестовали. Они это видели, и это испугало их больше, чем что бы то ни было. Вот почему будет обвинение и суд. Они напуганы. Вот почему правительство Израиля давит на американское правительство, чтобы меня лишили гражданства, чтобы я не смог получить визу. Вот почему в суде, который скоро будет, и, между прочим, судей будет Робинсон, тот самый, который отправил Полларда за решетку пожизненно. Раз я начал о Полларде, позвольте сказать еще вот что. Евреи очень обязаны таким великим евреям, как Поллард. Который многим пожертвовали. И Бог будет вечно судить правительство Израиля, которое закрыло двери посольства перед Поллардом, когда он прибежал туда. Нужно делать все, что можешь сделать, и не бояться. Но это опасная тема. Это герои, это не шпионы, которые хотели просто навредить Америке. Эти люди хотели помочь Израилю получить ту информацию, которую Америка обещала дать Израилю, но не дала. Это вовсе не трагедия, что меня запретили. Вы не правы. Бог все видит. Послушайте. Пусть евреи думают. Пусть евреи обретут видение. Пусть они задействуют сильные умы, а не узколобые. Что бы произошло, если бы партию Ках не запретили? Давайте представим, что нас не запретили. Мы бы получили 10 мест и закатили вечеринку на всю ночь. На следующее же утро Перес и Шамир создали бы правительство национального единства, и на этот раз на 4 года. И я бы сидел в Кнессете с 10 местами в отчаянии и бессилии, не способной ни на что. Давайте представим, что через 4 года Израиль еще жив. В нокауте, но жив. И на следующих выборах люди говорят, «Только Каханы, и я получаю 30 мест». Мы празднуем вдвойне. На следующее же утро Перес и Шамир встречаются, на этот раз уже в 4 утра, и формируют правительство национального единства, чтобы Каханы со своими 30 местами продолжал пребывать в бессилии и отчаянии. Кнессет — это не решение. Мы должны спасти евреев от самих себя, и для этого мы уже 2,5 месяца кое-что делаем.